За прошлый год Международный аэропорт Брянск перевез 84 тысячи пассажиров. Планы на 2021 еще более амбициозные – 120 тысяч человек. Рейсы Брянск-Москва позволят не только значительно сократить время в пути, всего за 1 час 10 минут можно будет добраться до столицы, но и откроют десятки направлений внутри страны и за рубежом. Полет пройдет на Embraer E-170. Хочу выразить слова благодарности нашему губернатору Александру Васильевичу Богомазу, который просубсидировал данный рейс и на сегодняшний день билет до Москвы стоит 800 рублей. Как ожидается, 80% этих рейсов заполнят транзитные пассажиры. Забота о путешественниках прежде всего, удобные стыковки, покупка всего одного билета и минимальное время ожидания в здании аэровокзала. Брянский международный аэропорт становится все более современным и удобным. Круглогодично выполняется 6 направлений полетов. Это Москва, сейчас Сибирь выполняет ССЕВН, значит, это Санкт-Петербург, это Казань, Минводы, Сочи и Краснодар. Это 6 направлений, которые выполняются круглый год прямого сообщения. Также у нас сезонные есть рейсы на Анапу и на Симферополь. Они выполняются в летний период авиакомпаниями. В этом году у нас добавляется два новых направления. Это выполнение полетов в аэропорт Геленджик, также сезонно. И добавляется направление Волгоград. Финансирование масштабной программы реконструкции Брянского аэропорта, которая стартует в ближайшее время, свыше 2,5 миллиардов рублей. Это средства федерального бюджета и софинансирование областной казны. В соответствии воздушных ворот Брянского региона современным требованиям и стандартам открывает перспективы новых направлений. В планах полеты в Турецкую Анталию, Кипрскую Ларнаку. Ряд ограничений пока накладывает пандемия. В планах также наладить воздушное сообщение с нашим соседом и экономическим партнером Республикой Беларусь. Рейсы Брянск-Минск. Елена Лыщицкая, Денис Пашков, Александр Жучков. События Брянск.